В Краснодарском крае создана отличная система казачьего образования. Она позволяет сохранять и поддерживать замечательные традиции казачества, воспитывать молодое поколение в истинном казачьем духе. И эти усилия уже дают свои весомые результаты. Около 25 тысяч школьников Краснодарского края приняли участие в просветительской акции «Казачий диктант». В ней участвовали и казачьи, и общеобразовательные классы. Школьники должны были ответить на 20 вопросов, касающихся исторического прошлого, культурной жизни и наследия кубанского казачьего войска. Диктант проводился в 73 школах Краснодарского края, оснащенных оборудованием для видеоконференций. Мы побывали в одной из них, в первом лицее. Этот призван диктант, в первую очередь, приобщить еще раз ребят к казачьей культуре, к традиционному быту, историю, славным подвигам предков. Вице-губернатор Краснодарского края, атаман кубанского казачьего войска Николай Долуда, в своем выступлении, которое транслировалось в режиме видеоконференции, отметил важность воспитания юношества в казачьем духе и пожелал участникам диктанта успехов. Я абсолютно уверен, что сегодня вы справитесь с этой задачей. Я желаю вам получить хорошие результаты и удачной работы. Ребята из 16-й средней школы имени героя России гвардии майора Сергея Таранца, которые принимали участие в этой просветительской акции, не понаслышке знакомы со славной историей кубанских казаков. И участие в казачьем диктанте для них – прекрасная возможность проверить свои знания. Я изучаю историю кубанского казачества уже на протяжении нескольких лет. Я думаю, что каждый житель Кубани должен знать историю своего родного края, изучать это. И сегодня я очень рад принять участие в казачьем диктанте, попробовать свои силы. Я думаю, что это в дальнейшем пригодится. На вопросы просветительской акции вместе со школьниками отвечали казаки и атаман Славянского районного казачьего общества. Для учащихся хорошие результаты казачьего диктанта станут дополнительным плюсом к портфолио. Ребята, которые наберут высшие баллы, получат сертификат участия. Он даст им бонусы при поступлении в вузы нашего края. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа События.